Мы приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» и готов в течение ближайшего часа отстаивать свою позицию, находить должные аргументы, ну и, конечно, приводить интересные доводы. О чем сегодня будем спорить? Ну, наверное, неудивительно, что мир делится на тех, кто любит цирк и кто туда не ногой. Именно поэтому мы сегодня и попытаемся понять, цирк – это искусство или издевательство над животными? Для того, чтобы узнать противоположные точки зрения, мы пригласили в студию дрессировщика Аскольда Запашного, Аскольд, здравствуйте, и вице-президента Московского общества защиты животных Кирилла Горячего. Кирилл, приветствую вас, здравствуйте. В данном случае зоозащитные организации, которые, в общем, для большинства являются просто зелеными, наверняка Кирилл со мной поспорит, потому что внутри зоозащитных организаций есть четкое какое-то разделение, кто зоозащитник, кто зеленый, кто чем занимается. Но для общества это просто зеленые люди, которые выступают за какие-то права, отстаивают, ругают цирк или зоопарк или бог знает что еще. Так вот, лидеры организаций, которые заинтересованы в том, чтобы получить определенную власть, для того, чтобы получить власть и влиять на умы и общество в целом, они создают из цирка пугало для того, чтобы продвигать свои идеи. На фоне цирка существует огромное количество проблем. Я говорю о цирке не как о проблеме, а о том, что в цирке есть проблемы, безусловно. Но это проблемы не просто взаимоотношений с животными, а отдельные случаи, отдельные люди, определенные эксцессы. Но они есть, я их не отрицаю. Но на фоне этого существуют огромные мейнстримовые течения, в которых само взаимоотношение человека и животного можно считать недопустимым. Например, это охота. То есть, сам идет буквально убийство животного. Идет гуманизация общества или нет? Вот смотрите.